Февраль, день 16. Память святого Маруфа, епископа, и святых мучеников, пострадавших в Мартирополе. Святой Маруф был епископом Тагрита, главного города Месопотама Сафосинской области. Эта местность находилась на границах Греческой империи и Языческой Персии. В ней благочестивый епископ, как светильник, сиял светом своего богопознания. Язычников персов он своею проповедью обращал в христианство, ходатайствовал за христиан пред персидскими царями и всюду старался ввести мир и без мятежия. Так, при Феодосии-младшем, Маруф два раза был посылаем к Издегерду для заключения мира между двумя империями и своим благочестием и умом приобрел полное уважение у Издегерда. Персидским магам это расположение царя к святому Маруфу очень не понравилось, и вот они решили погубить благочестивого епископа. После того, как Маруф исцелил Издегерда от опасной головной болезни, которой не могли исцелить маги, решено было употребить меры против него. Однажды, когда царь по обыкновению взошел в храм для поклонения огню, он услышал голос «Вон царя!» Нечестива любовь его к христианскому священнику. После этого изумленный Издегерд хотел было удалить от себя Маруфа, но обман скоро был обнаружен, и маги были казнены. После этого между огнепоклонниками стала распространяться христианская вера. В 414 году Маруф в другой раз исполнял должность посла при дворе Издегерда. Маги снова было восстали на святого епископа, но умысел их был опять неудачен, и Маруф еще более приобрел доверие пред персидским царем. В это же время святой Маруф вместе с епископом Авдаю молитвою веры исцелил бесноватого сына Издегерда. После этого Издегерд намеревался даже принять крещение и дозволил свободно исповедовать христианскую веру в Персии. Пользуясь таким расположением персидского царя, святой Маруф всюду распространял христово учение, восстановлял храмы, неспровергнутые во время гонения Сапора, созывал соборы. В это же время он собрал останки святых мучеников, пострадавших при царе Сапоре, и перенес их в созданный им город Тагрид, где он и сам скончался около 422 года. Продолжение следует...